Шалом, дорогие друзья, с вами я, Леви Ашер Харпатин. Закончился пост в честь 9 авгу. Я очень надеюсь, что мы все с вами смогли ощутить то, что ощущали тогда люди, хоть на малейшую часть. Думаю, что у нас получилось хоть что-то понять, осознать. И надеюсь, что каждому из вас приснился храм, и вы его запомнили. Ну что ж, дорогие друзья, вас ждет свежая майса. Произошла эта история в Рибнице, город в Словении. Жил там один садик, который ранее жил в СССР, в Советском Союзе. Советская власть ему была нипочем, он соблюдал заповеди Всевышнего, он тайно соблюдал субботу, он приобщал к этому даже евреев. Конечно, это все было очень скрытно, это было опасно, но он знал, что есть Всевышний, и то, что он занимается его делом. И никто, и ничто его не может остановить. Он цадик, он еврей, и он просвещает этот мир Торой. Поэтому он соблюдал, и все у него было хорошо. Позже он перебрался в Рибницу, как я до этого говорил, город в Словении. Там он открыл синагогу, собрал тоже евреев, и развивал это движение потихоньку. Позже пришли в этот город фашисты, и приказали всем евреям собраться в 9 утра, и рыть себе братскую могилу. Они сказали сдать все свои драгоценности, принести ССовцу, и начать рыть могилу. Так все и произошло. Евреи собрались, не начали рыть могилу, сдали все, что у них было. Украшения, драгоценности, какие-то семейные ценности, все, что абсолютно у них было. Вот приехал этот ССовец с переводчицей, потому что евреи разговаривали исключительно на идыше. Они просили, они говорили, Ребе, помогите нам, пожалуйста, мы не хотим умирать. За что? За то, что мы просто родились евреями? Нет. Нет. И Ребе подошел к нему, начал говорить на идыше. Идыш с немецким очень созвучный, похожий. Он ему сказал то, что у вас сегодня день рождения, не надо это делать. Вы понимаете, как вас там будут наказывать? Что вы делаете? На что ССовец сказал, кто вы такой? Откуда вы знаете, что у меня день рождения? Я вас вообще не видел, не помню. Отойди от меня, иди в яму. И он ему рассказал историю, что я вас помню, вам было 5-6 лет, у вас были проблемы с ножками. Я помогал вашей маме вас заносить на шестой этаж. Да, это было в Словении, в Рибнице. Вы забыли? Я тогда же был таким же бородатым, таким же, уже достаточно старым хасидом. Вы забыли? Я вас носил на руках, у вас были проблемы с ногами в детстве, а теперь вы хотите нас всех убить? И он действительно, у него что-то перевернулось внутри, у этого ССовца. И он сказал, нет, этих евреев мы не будем убивать. Эти будут жить. Он приказал им построить парк на этом месте, небольшой парк. Так они и сделали, ибо из Рата Шем, они остались в живых, они пережили войну, возможно, не все, но большая часть. И чему нас может научить эта Майса? Во-первых, почему так получилось? Разве ССовцу или негодяю-фашисту могло что-то остановить? Могло что-то остановить? Он сказал, день рождения на руках носил. Все, что, он остановится? Он остановится, он скажет, нет, не надо этого делать. Нет, это свет, свет Торы. Это его заслуги. Это заслуги его, которые он проявлял в СССР. Он приближал евреев, он ничего не боялся. Это заслуги его родителей, потому что они родили ребенка еврея, который начал нести свет Торы. Это его заслуги, потому что он перебрался в Рибницу, открыл синагогу и продолжал изучать Торы евреев. Понимаете? Это его заслуги. Поэтому Всевышний спас его за его заслуги. И всех остальных людей за их, безусловно, заслуги. Но в том числе и за его. Поэтому давайте тоже с вами будем смелыми продвигать Всевышнего и благословлять его имя. Брахавыц лаха йом тоф, дорогие друзья. Субтитры сделал DimaTorzok